А мы за любопытство. Дымы и так же. Для жителей Красносельска, что в Новоспасском районе, не событие века, но сезона точно. Чтобы увидеть новую электричку, которая надежно свяжет крупные населенные пункты Сызрань-Кузнецк, массово вышли на перрон. Безопаснее это 100%. И уже знаем, что в это время точно будет минута-минута электричка. Автобус пойдет, не пойдет. Расписание движения данного поезда размещено на станциях и в средствах массовой информации. Напомним, что данное решение было принято по поручению Сергея Ивановича Морозова в связи с тем, что у нас произошло страшное ДТП в конце января на федеральной дороге М-5. Столь страшная зима, как эта, минувшая и пережитая, увы, не всеми, старожилами этих мест не припоминается. У меня даже вот сердце останавливается, какая беда у нас тут была. Эта трасса предусмотрена для дальнобойщиков. Вот волосы стоят прям. Ну а среди них разве можно вот ездить, а? Сколько, говоря, осталось семей-то? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ровно в 18.30 стартует из Сызрани, чтобы в 20.48 прибыть в Кузнецк. Итого в комфортном пути 2 часа 18 минут. Курсирует дважды в день, оптимально для работающего населения и студентов. Улучшает транспортное сообщение не только южного куста нашего региона, но также Пензенской и Самарской областей. Скоростные, в общем-то, в принципе, я считаю, может быть... Они нужны, конечно, определенному количеству людей, но людям, которые живут в сельской местности, нужны вот такие ежедневные электрички, чтобы, например, она утром пришла, бабушка или женщина, села в электричку, доехала до района в больницу и вернулась обратно. Надежда Финагина отыскала идеальное транспортное решение. В Просковино живет и очень ждет свою дочь, престарелая мама. А тетя Маруся Никитина теперь и сама готова в путь-дорогу. У меня там родина, в Кузнецке туда. А едешь туда? Конечно, у меня там вся родня. И сестры, и брат, и племянники. В тепле, чистоте и даже праздничном убранстве немногочисленные пассажиры едут в Кузнецк. Немногочисленные – это пока. По мнению экспертов, в недалеком будущем надежные и проверенные временем электрички полностью затмят автомобили и автобусы. Татьяна Домоданова, репортер 73. Домоданова, репортер 73.